Прямо в то время, когда перегружали раненых, били прицельно по машине, которая грузила раненых. Благодаря этой машине, она легла сантиметров 40 от УАЗа, между нами и машиной, где мы грузили, поэтому всех защитило только два БМПшника раненых, а так все целенькие. Также, по возможности, помогаем местным жителям, вывозим бабушек, подкармливаем, достаем, оказываем посильную помощь, насколько это возможно. Бежали, они сыпались, это были превосходящие силы, вы знаете, мы когда заходили, еще стояли мангалы, на них жарилась красная рыбка, везде, то есть они здесь расположились. Во многих домах мы нашли армейские сумки, в которых было затарено все. Это все наше родное. Я здесь 17 лет назад, вот в том пионерском лагере отдыхал, и с девочкой первый раз поцеловался. Так что это все мое родное. Нас отсюда не подвинут. Я сюда бальтибасов сейчас посмотрю. Они тут совсем-совсем не сказали. Это такое перемирие, 620-е, вчера прилетело. Ночью подходят, я вам сейчас покажу дом, где мы сняли, подходят метров на 20-30, координации у них практически нет никакой, потому что они то ли безголовые, то ли я не знаю, что это такое. Бегают, шарятся по 2-3 человека, мы их героически уничтожаем. Как-то так. Вот получаются к ним блендажи, они буквально за 100-150 метров до горизонта, вот видно, по полю они идут. Это уже они идут. Это уже они, так же там, танки. Это их позиции получается. В основном работают вот перекресточек, вверх поднимаемся, оттуда выкатывается броня. Вот танк, в основном БМП. Было дело, вот танк где-то метров так 150. Я их вижу. Да, там есть зенитная остановка, 2-3-2, мы видели, как она работает, работала по нам. Но довольно четко было видно. Она получается в ворота, возможно, или что-то такое. Они его открывают, отработали, быстренько убирают, и все. Танк в свое время выезжал, где перекресток, выше подъем, выезжал танк на горизонт, где-то делает 2-3 залпа, так же само откатывается обратно. То есть, в случае чего, все тихо, спокойно, он быстренько выезжает, работает по нам, и сразу же откатывается обратно. Соответственно, БМП чуть дальше еще, ну, в разброс. Так же и по балке они работают. С АГСа постоянно работают по нам. Вот где пансионаты, с этой стороны, постоянно работают по нам. И буквально все время проходит разведка. ДРГ-группы подходят, как можно ближе до нас. Проводят разведку, уже многократно их замечали, и в тепловизор, и в ночное видение, ПНВ. Они потом отходят, соответственно, и начинают работать. Начинают работать броня, начинают работать артиллерия. При этом минометы довольно часто так, особенно под вечер. Не знаю, как они их устанавливают, но так получается, что вот залп, и явно видно, что оно где-то рядом. Они рядом. Там залп, буквально несколько секунд, прилет сразу. Видно, вот один разрыв. Там тоже в полисаднике прилетел до нас разрыв. То есть ложат очень плотно. Нельзя сказать, что это так. Пристрелочный. Это явно не пристрелочный. Целенаправленно ложат. Панно. Это их тепловизор, который был нам получен способом боя. Когда мы заходили, они бросали все, даже такие вот вещи. Дорогие, да? Очень дорогие, да. Они стоят где-то 529 тысяч гривен. Это если перевести на гривны. А так 20 тысяч долларов. Также был добыт автомат тоже с тепловизором. Американская производство. Да, стоит 20 тысяч долларов. Мы потом пошли группой и достали вот такую стопку карты генерального штаба Украины. С очень четкими подробностями всей Донецкой и Луганской области. Каждый город. Каждый городочек. Масштаб, по-моему, один... Ну, очень большие карты. Вот такая стопка карты. Каждый город. В Шахтерске в тот день, когда пропал мой отец, пропало 300 человек. Просто гражданских. Просто мужчин грузили в машины и возили в неизвестном направлении. До сих пор мы находим и под Степановской, вот ребята, и под Дмитровской. Очень много просто захоронений людей. И то ли они от злости расстреливают, то ли от чего. Переодевают форму и отправляют впереди, чтобы открывать наши огневые точки. Продолжение следует...